У нас сейчас время заново. Нам пишут регулярно телезрители, говорят, что будет с внешним независимым оцениванием, когда экзамены, как поступают для людей, для многих сегодня это насущный вопрос. Министра образования нет. Аналогично у нас в Киеве накануне проводились акции, да, культурный карантин, что у нас происходит с этой отраслью, да, со всем, что касается культуры. Тоже нет профильного министра. Вот эти вопросы, как будут решаться и почему, на ваш взгляд, не решаются, кадровые, я имею в виду, в том же правительстве. Это диагноз. Это диагноз нынешней влади. Если они не способны сформировать уряд, если у них нет кандидатов на ключевые посадки, как может страна быть без общественной политики? Какая страна может вообще на что-то претендувать, если у вас нет общественной политики? Если вы из дитинства дитям не даете знания, которые дадут им возможность быть конкурентными в цьем глобальном мире. Что говорить, они проводят онлайн-навчание и так далее. У нас половины школ, компьютеров нема. Дети не знают, что такое компьютер, особенно в сельских школах. Какие онлайн-навчание? Как раз вы позбавляете возможности детей из сельских семей отримать обучение. И это неконституционно. То есть почему дитина из села, у которой нет компьютера, вона винута, что у них батьев нет денег? Купить компьютер, провести интернет. Чему эта дитина должна быть избавлена права на обучение? А те самые местные дети, которые тоже не учатся. Поэтому, когда нет министра культуры, министра освятии, это показывает, что цей владеет байдуже развитие нации. Что они не думают про будущее. Они живут одним днем. Потому что те страны, которые думают про будущее, они вкладывают гроши в культуру, инвестиции в физическую культуру, здоровый способ жизни, в обучение, в обучение, потому что ключевое – это не рахунок у банку залишить своим дитям. Чи земельную диланку, чи хату. Хата может сгореть, земельную диланку может затопить, банк может лопнуть. Ключевая инвестиция в дитину – это знания. Вот я радую всем родителям. Не бабки собирайте для детей, они ті бабки могут в казино прогулять за одну ночь. Инвестуйте в знания, дайте своим дитям найкраще знания. И это та инвестиция, которая будет годовать их все життя.